В Первоуральске, в тамошнем городском суде, судья Дмитрий Карпенко вынес суровый приговор простому 38-летнему диспетчеру Андрею Силкину, который в пьяном угаре неудачно предложил взятку честному полицейскому Дмитрию Крючкову и попал под уголовное дело и суд. Вот, кстати, очень поучительная история для тех, кто пока еще не решил для себя, давать в России взятки или не давать. Погрязла ли наша родина в беспросветной коррупции или есть еще неподкупные? Вот смотрите, изначально подсудимый Силкин должен был заплатить по административке штраф в одну тысячу, максимум. Но он по своей пьяной дури загнал себя под уголовку и теперь должен заплатить, а впрочем, долой отсебятину. Значит, мы наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Прикиньте разницу, или тысяча, или 400 тысяч, а все потому, что честным даже в нашем отпадшем мире быть выгодно, по крайней мере иногда. Началась эта история 18 апреля текущего года вечером в квартире, где Андрей Силкин живет с безработной женой, маленьким ребенком и тещей. Отношения с последней сразу как-то не заладились. Ну вот такие отношения. Взаимная ненависть. Вы же знаете, масса анекдотов зять тещи. Вот так и бывает. По трезвяне зять еще худо-бедно тещу выносил, ну а как нажрался, то выносил ей мозг. Короче, в тот вечер родственники поругались. Силкин тещу оскорбил, даже, говорят, попытался рукоприложиться. В общем, она не вынесла пьяной истерики и сама сдала полицейским набуханного в хламидомонаду зятя. Его забрали из дома. По заявке, по звонку тещи. Вот и вся эта картина разобиралась далее. На задержание буйного барагуза приехали ППСники и отвезли Силкина в Первоуральский ОМВД. И высветилась ему административная статья 20.1, то есть мелкое хулиганство, которое в пиковом случае предполагает штраф до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. Протокол составлял зам командира взвода ППС Старлей Дмитрий Крючков. И бухой мелкий хулиган Силкин не придумал ничего лучше, кроме как откупиться, и предложил полицейскому при исполнении 10 тысяч рублей мзды. Ну, чтоб тот протокол не составлял и отпустил его домой. Кто-то скажет, а где логика? Светило человеку 1000 штрафа, а он предложил в 10 раз больше. И знаете, несмотря на нажратость клиента, логика в его действиях все-таки прослеживается. Он опасался не штрафа, а административного ареста. Друг не трезвый. То есть вас остановили? Да. Почему решили эту дневку? Ну, работу надо было. Думаю, спасали. Работаю, работаю. Полицейский Дмитрий Крючков оказался честным и приделал силки на по 291 части 3 уже уголовного кодекса. Дача взятки должностному лицу за бездействие. А эта статья в пиковом случае предполагает посадку в зону на срок до 8 лет. Между прочим, со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки. В данном случае это 300 тысяч. Или же без посадки только штраф от 30 до 60 размеров мзды. Ну, то есть почувствуйте разницу. 1 тысяча и 15 суток административного ареста. Или 600 тысяч. Или 8 лет и 300 тысяч. Наказание просто несоизмеримое. И тем не менее, Силкин рискнул. Как вы слышали, чтоб с диспетчерской работы за прогулы не выперли. Как 38-летний человек, он не мог не знать о том, что дача взятки в России это уголовное преступление. И за него садят. Но был, видимо, вообще в дровосятину. Да вот, немножко не сработало, голова-то у пьяного-то. Он, если бы он, наверное, знал, что вот такие статьи существуют, ну, ясно бы, может быть, что-то соображал. То есть дали сколько было, получается? Вот сколько было, наверное, столько и предложил на карточке. И потом, в конце концов, я вот не понимаю, как возили. Возили по городу, потом вдруг его это привезли к банкомату. Почему он там оказался? И вот в этот момент возникает вопрос, а почему полицейские повезли сначала бухового клиента к банкомату, а не сразу в отдел? Это наводит на некоторые размышления, но мы никого не станем оскорблять пустыми подозрениями. Сам же Силкин этот момент прояснить не смог. Забыл. Он был пьяный, он же не мог сам к нему подойти. А вы-то вот расскажите сами тоже, что за история банкомата. Если бы он помнил. На суде Андрей Силкин был трезвым и выглядел вполне даже раскаившимся. Понимая, какую он глупость совершил, отяготив наказание в 600 раз по баблу и в 195 раз по сроку неволи. Что примечательно, по административке он все-таки сел и на работе не появился. А вас тогда в итоге-то заключили под стражей? Да. На сколько суток? На пять. И с работой проблемы по повозути? Ну, нет, там справка улица ставит. На работе к этому отнеслись? Ну, как бы. Просто справка отдал, и все. В уголовном процессе государственный обвинитель проявил гуманизм и счел возможным потребовать наказание, не связанное с посадкой в неволю. Потому что раньше Силкин не сидел, не привлекался, на работе и дома характеризуется положительно. К тому же, маленький ребенок. И даже штраф гособвинитель потребовал не максимальный. Прошу назначить наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. 500 тысяч, это просто не реально. Нет, нет, нет. Что касается адвоката Андрея Силкина, то тот попросил его клиента отпустить. Ну, то есть вообще за взятку не наказывать. И знаете почему? Потому что в примечании к 291 статье УК сказано, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и расследованию преступления. А Андрей Силкин типа поспособствовал. Он вину полностью признал до такой степени, признал, что попросил провести суд в особом порядке, то есть без этапа судебного следствия. Он написал явку с повинной, он активно сотрудничал со следствием. Я считаю, что он может быть освобожден от уголовной ответственности. Раскаивайтесь. Судья Дмитрий Карпенко, выслушавши в стороны, удалился в совещательную и вернулся с вердиктом. Как вы уже поняли, это штраф 400 тысяч рублей в пользу государства российского. Вот такая история всем взяткодателям на заметку, давать или не давать. Как пелось в песне, думайте сами, решайте сами. А жена Андрея Силкина наверняка сказала своей маме спасибо. Теща все это затеяла, не смогла стерпеть и в итоге деньги по факту забрала у своего внука. Силкин пить-то, наверное, не перестанет, а вот новых игрушек у его ребенка в связи с огромным штрафом, наверное, больше не будет. Ну и на пасашок, как пелось в той же песне. Если у вас нету тещи, ее не отравит сосед, ну или что-то в таком духе.